Алис, расскажи, как ты вообще попала в команду «Серафим Синема»? Долгая история. Всё началось с того, что Саша Платонова пригласила нас на съёмку в ролике «Макдоналдс». И там мы познакомились, собственно, с режиссёром. После этого началась история со спектаклями в кинотеатре «Фитиль», потом мы играли спектакли в «Джойс Баре». Вот с губой весь грех теперь снят. Зато мои пипы и покрылись. Тогда отдайте мне его назад. Целуют вновь! Ну и, собственно, потом Юра позвал нас в команду «Серафим Синема». Процесс заворожил. Алиса, а какое у тебя первое впечатление от съёмочной площадки? Впечатление у меня было самое, наверное, большое, что мы очень долго готовили эту площадку. То есть к каждому фильму мы подходим, мне кажется, крайне серьёзно к подготовке. Алиса, я знаю, что ты посмотрела практически все черновые монтажи фильмов «Коротышек». А как ты можешь охарактеризовать жанр? Мне кажется, жанр интеллектуальной комедии. Я бы охарактеризовала это так, потому что такой юмор не простой, необыденный, как мы привыкли видеть в сериалах, в фильмах и впрочем, а такой со своей какой-то изюминкой. Везде какой-то привкус художественности, литературности, непростоты, совсем непростоты. И в этом прелесть, мне кажется, всех фильмов «Коротышек» наших. Что мне очень нравится, это то, что все ребята в нашей команде очень талантливые. Все идут с таким энтузиазмом каждый раз на съёмки наших фильмов. Это очень сильно подогревает интерес. И каждый раз у ребят учишься чему-то новому, потому что все очень талантливые, у всех есть какие-то свои фишечки, и каждый раз так смотришь. А потом, когда видишь это в черновом монтаже, думаешь, боже мой, как это возможно? Вот как тебе удаётся совмещать съёмки в Серафим Синему со всем-всем-всем безумным графиком твоим? Когда у тебя есть желание, когда тебе что-то нравится, то ты просто не можешь без этого, и ты в любом случае найдёшь, освободишь время под то, что тебе очень сильно нравится, и без чего ты не можешь жить. А Серафим Синема уже нас так всех захватила, что без этого жить мы не можем. Чего ты ждёшь от проекта «Десяти коротушек»? Конечно, хотелось бы. Все мы питаем очень большие надежды на то, что это вырастет во что-то очень большое, во что-то очень интересное, во что-то очень грандиозное. Я так привыкла, что я ничего, ни от чего не жду. Когда ждёшь чего-то, иногда бывает разочаровываешься. Поэтому я вот лучше не буду ждать, но буду надеяться на какое-то очень светлое и прекрасное будущее. Я, скажем так, я желаю компании Серафим Синема вырасти во что-то самостоятельное, коим уже является Серафим Синема, и во что-то очень грандиозное, куда будут стремиться все актёры России, и не только России, возможно. Хотелось бы, конечно, чего бы хотелось, это и так работа очень интересная, но хочется, может быть, пока у нас фильмы коротышки, может быть, это вырастет во что-то ещё уже не коротышечное, может быть, нас ждут полные метры. Этого бы хотелось. Как думаешь, Алиса, а вот зрителю нужен проект «10 фильмов коротышек»? Для чего им смотреть его? Как раз в фильмах-коротышках, мне кажется, есть этот формат сконцентрированности. То есть в этих наших трёх минутах, и где-то больше, чем трёх минутах, настолько сконцентрировано всё, настолько сконцентрирован сюжет, что смотреть очень интересно. И снято самое главное интересно. То есть вот смотришь и наблюдаешь, так, отсылочка отель Гранд Будапешт, отсылочка к тому-то, отсылочка к тому-то. И мне кажется, это очень интересно. Людям, которые непосредственно связаны с кино, которые смотрели много кино, будет очень интересно. И они будут находить для себя какие-то интересные открытия.